Дорогие люди, приближается очень важная дата, 80-летие со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Это, конечно, очень знаменательный год. Цена победы в битве за Ленинград колоссальная. Сегодня около полутора миллионов человек погибло от бомбежек и голода. Из них 140 тысяч детей. Но значение победы, оно, наверное, в тысячи крат выше. Почему? Почему на примере Ленинградской битвы копался дух народа-победителя. Он еще не стал духом народа-победителя. Но в самое ближайшее время, через год с небольшим, наш народ одержит победу в Великой Отечественной войне, и мы станем народом-победителем. И как один из ориентиров, как один из значимых ориентиров, это, конечно, был дух Ленинграда, дух защитника нашего города. Ленинград был одновременно и городом-фронтом, и городом-тылом, сражался с фашистами на земле, в воздухе, на воде и ковал оружием для фронта. Но в первую очередь для защиты Москвы. По дороге жизни по Ленинграду поступал хлеб, его катастрофически не хватало. И по той же дороге жизни Ленинград отдавал тяжелые танки КВ, орудия, боеприпасы, пулеметы, винтовки. Ленинградцы, изможденные голодом, сдавали кровь для ранних бойцов Краснодарной. И это было нормой. В этом не было ничего сверхъестественного. Так было надо. Героизм стал нормой для ленинградцев. Представьте, 1 миллион 470 тысяч человек были выверждены медалью за оборону Ленинграда. То есть героизм стал просто массовым. И среди награжденных были дети и один из таких героев. Здесь рядом с нами Балентин Иванович Мактаров. 15 лет получил эту воевую награду. А потом были очевидные медали, другие, фронты. Но это потом. Высокий дух Ленинграда стал эталоном духа для советского народа. И наша с вами задача – возродить этот дух, чтобы он стал эталоном и для нас, нынешних россиян. Мы с вами кожей чувствуем, насколько это необходимо. Мир подходит к той черте, в которой он был в 30-е годы прошлого века. И чтобы нам предотвратить Третью мировую войну, или, если не дай Бог, она случится, то нам надо одержать победу минимальными для всего человечества жертвами. Самое, конечно, лучшее – предотвратить и не дать вот этой сатанинской силе распространиться. Такая человеко-ненавистническая сила прямо созрела в очередной раз на Западе. Это наша с вами задача. Это наш долг. Ну и как одна из промежуточных задач, чтобы одержать победу на этой сатанинской силе, нам надо сохранять историческую память о победах, о поражениях, о том, кто мы такие, какие у нас корни. И возрождать братство народов. Дорогие друзья, мы одержали победу и в Ленинградской битве, и в Великой Отечественной войне, и восстановили страну именно потому, что в значительной степени был решен вопрос братства народов. Мы на тот момент были братьями. Сейчас немножко за годы, за десятилетия такой индивидуалистической всемирной идеологии мы тут немножко, так сказать, тоже попали на крючок, и надо много подправлять. Ну, это наша работа. Это наша работа. Мы этим занимаемся, но надо этим заниматься еще плотнее, еще мощнее. Будут у нас выступления, где прозвучит и какая-то корень, то, что все-таки много мы не дали нашей молодежи. Много чего не дали. Это отдельный разговор. И надо, значит, давать. Это большая-большая работа. Ну, и среди нас есть двое героев. Валентина Владимировна Боктанова и Инна Миссия Зимнего. Это наша гордость. Это наша гордость, что в свои немалые годы это люди, очень молодые душой. Это люди, болеющие за город, за страну и отдающие колоссальные силы вот именно про то, о чем я сказал несколько минут раньше. Отдаются в свои силы во благо сохранения исторической памяти и во благо воссоздания братства народа. Воскрешение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...